Друзья, приветствую вас всех на своем канале. Сегодня 49 номер легендарных грузовиков ССР компании Modi Mio. Сегодня ZIL-131 Grad-1 опасный противник. Перед тем, как мы откроем с вами вот эту заветную коробочку, мы конечно же с вами посмотрим журнал. Посмотрим иллюстрации данного журнала. Ну и немножко коснемся истории этого автомобиля. Начнем как обычно журнальчик. У нас в журнальчике есть замечательная открытка с изображением данного грузовика этого номера. Грузовик ZIL-131 Grad-1. Ну начнем с того, что как обычно, друзья мои, в журнале имеется три интереснейших, на мой взгляд, статьи, которые рассказывают более подробную информацию и, скажем так, основную информацию об этом автомобиле. Конечно, журнал не без рекламы. Рекламирует он журналку «Наши автобусы». Кстати, вот такой «ЛиАЗ-677» был у нас на канале. Он был в продаже. Наверное, еще до сих пор есть. Вы можете пройти на сайт компании Модимил и поинтересоваться, если есть такая масштабная модель. Вы можете, конечно, ее заказать. Давайте продолжаем дальше. Наследник Катюши. Однообразное разнообразие. А что у нас у соседей? Немножко из истории. Не буду я вас мучить разными подробностями. Скажу, что этот автомобиль пришел на смену автомобилю ЗИЗ-151. Конечно, он показал более лучшие технические характеристики по проходимости, чем ЗИЗ-151. И система ГРАД-1 устанавливалась уже на базу автомобиля ЗИЗ-131. Разрабатывалась она. Начала разрабатываться система ГРАД в 1960 году. В 1974 году была принята на вооружение. Но, ребят, систем залпового огня ГРАД было две разработки. Это вот первая, которая устанавливалась, по-моему, 36 стволов. Устанавливалась на автомобиль ЗИЗ-131. И была еще установка ГРАД-2, которая устанавливалась на легкие бронированные гусеничные тягачи. Ну и, как мы видим на картинке, была разработана такая десантная машина. Стояла она из 12 стволов. Я имею в виду саму установку ГРАД. На базе ГАЗ-66 имела тоже высокую проходимость и маневренность, что было немало важно в боевых условиях. В журнале представлены технические характеристики, на мой взгляд, очень интересные и полезные для тех, кто интересуется военной техникой. Я думаю, вы ознакомитесь, прочитайте. Ну, немножко я вам тут прочту. Калибр 122 мм, как я говорил, 36 направляющих стволов. Максимальная скорость 80 км у данного грузовика, который имел колесную форму 6х6. Короче, имел полный привод вот с такой скоростью. Однообразное, разнообразие. Статья рассказывает о различных установках ГРАД на разных автомобилях. Но принцип у них действий был один и тот же. Ну, отличались они в основном калибром запускаемых снарядов, огневой мощью, точностью и площадью поражения. Ну, естественно, дальностью стрельбы. Вот такие интересные автомобили производились в Советском Союзе. Ну, наверное, некоторые модификации, наверное, уже в современном мире, конечно же, тоже производятся. Статья, что же у соседей после развала Советского Союза, Украина, Белоруссия, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан начали менять старые грузовики на новые. Ну, вот на примере Белоруссии, они установили эту установку ГРАД на свой автомобиль под маркой МАЗ, который имел длиннобазную, как вы видите, базу. И сзади кабины они придумали вот такой вот отсек, где умещалось 40 реактивных снарядов. То есть этот автомобиль мог и перевозить ещё боекомплект. Почему меняли? Потому что уже автомобиль ЗИЛ-131, они технически-морально устарели. И, конечно, нужны были новые тягачи для перевозки вот этих же снарядов, установки самой системы ГРАД. И вот есть пример фото. Украинский КРАД тоже имел на своей платформе установку ГРАД. Оно следующего выпуска через две недели. Но мы посмотрим с вами его совсем скоро. Это 50-й номер легендарных грузовиков СССР КРАД 6510, украинский Геркулес. Очень интересный автомобильчик. Тоже мы его с вами посмотрим. А сейчас будем смотреть вот эту модель автомобиля ЗИЛ-131 ГРАД-1. Давайте мы уже откроем эту упаковку. Посмотрим с вами саму копию масштабной модели автомобиля ЗИЛ-131 с установкой ГРАД-1. Ребят, прежде чем включить камеру, конечно, я её изучил и, конечно, был удивлён. Функционал самой установки ГРАД. Ну, немножко по порядку. Начнём, наверное, как обычно, с самого автомобиля. Грузовик не представляет для нас никакого удивления. Обычно ЗИЛ-131 к копийности мы уже этих масштабных копий привыкли. Они, как всегда, на хорошем уровне. Ну, понятно, что в журналке есть упрощения. Ну, здесь можно даже на это внимание не обращать. Почему? Всегда автомобиль ЗИЛ-131 у любого производителя. Они делаются по максимальной копийности, да, по детализации я имею в виду. Здесь, конечно, грузовидная серия удивляет нас функционалом оборудования, которое установлено на данном шасси. Но, как я уже говорил, мы начнём с вами с самого автомобиля. Обычный автомобиль ЗИЛ-131. Удивлений никаких нет. Всё, как всегда, на высшем хорошем качестве уровне. Детализация, проработка, как всегда, на высоте. Как вы видите, в нижней части всё на своём месте. Всё проработано до мелочей. Прокраска выхлопной системы нижней части двигателя. Мосты, карданные валы. Ну, короче, как вы видите, всё на месте. Даже баки не полые, а имеют свой полноценный внешний вид. Ну, не знаю, что говорить тут ещё о самом автомобиле. Все мы знаем, да, эти масштабные копии. Хочу сделать акцент на самой установке ГРАД. Как вы видите, детализация тоже очень хорошая. Всё проработано. И меня удивил, конечно, функционал данной установки. Не знаю, как у других производителей, но компания МодиМио любит нам преподносить сюрпризы, конечно, в приятном ключе. И смотрите, как у ней работает сама установка ГРАД. В данный момент мы переводим её в боевое положение. Опускаем лапы, да, вот так они опускаются. Таким вот образом. Направляем, поднимаем стволы установки. Здесь их 36 штук. И можно также видеть сам гидроцилиндр, который поднимает вот эти стволы на определённое направление, чтобы нанести ракетный удар. Переводим её обратно в транспортировочное положение. Убираем лапы. Вот такой функционал имеет данная ракетная установка. Не знаю, я не знаю, может ли кто-то ещё похвастать из производителей. Но, как я говорю, журналка любит нам сделать разного рода хорошие и приятные сюрпризы. Детализация самой установки, как вы видите, тоже на хорошем уровне. Буквально всё у ней на своём месте. Все ящики, все рычаги и разные механизмы для управления этим оборудованием, они у нас на модели присутствуют. Также, если я так понимаю, это, наверное, в сидении. Да, я человек не военный. Наверное, для боевого расчёта этого автомобиля, этой ракетной установки. Имеется даже, смотрите, огнетушитель. Удивила, удивила, если честно, эта журналка своим номером. Я подозреваю, что многим ребят вам эта модель понравилась. И я думаю, что вам нужно приобрести обязательно. Потому что, ну, вряд ли, наверное, где вы ещё найдёте такую ракетную установку за такую вкусную, скажем так, цену. Поэтому проходите, проходите обязательно по ссылке, которую я вам оставлю в описании к данному видео. И можете заказать. Они ещё в продаже есть. Я думаю, что и какое-то некоторое время они ещё будут. И будут люди приобретать их также для, может быть, для диорам, для каких-то там своих военных, скажем так, инсталляций. Тем более, модель очень хорошая. Проходите по ссылке, заказывайте. А мы с вами увидимся обязательно в следующем номере. Всем удачи, всем удачных покупок. Всем пока.